Раз, два, три. Ой, спокойно, спокойно. Дорогие друзья, всем привет! Ну что, начинаем серию прямых эфиров из Нью-Йорка. Пока вы тут собираетесь, я вам буду рассказывать, как и что будет происходить. Начинается почти лето в Нью-Йорке, весна в самом разгаре. Это значит время глобальных изменений и много-много чего. Я начну серию таких ежедневных эфиров. Для чего они нужны? Для того, чтобы начать вводить вас в курс дела, чего будет происходить. Пожалуйста, напишите мне в комментарии, что меня хорошо слышно. Потому что для меня это принципиальный момент. Я как тренер по актерскому мастерству знаю, что самое главное – это звук, чтобы хорошо было слышно. Если хорошо слышно, то вам будет все понятно, что будет происходить. Напишите, пожалуйста, поставьте плюсик, если вам все хорошо слышно. Звук должен идти с микрофона, вот отсюда. Не оттуда, не издалека, а вот отсюда, если вам будет хорошо слышно. Для чего эти эфиры? В первую очередь, они для меня. Для того, чтобы я выговорил то, что вообще сейчас происходит. Это очень интересный момент. Вообще, как происходит изменение студии, как происходит формат, как происходит поиск формата. Потому что кто со мной давно занимается, студии 7 лет, все со мной проживают все эти моменты изменений. Потому что 7 лет назад студия была совершенно другая, были совершенно другие задачи, были совершенно другие цели. Я тогда учил только актерскому мастерству и думал, что это, наверное, самое главное, чего я могу делать в этой жизни. Потому что я всю жизнь был актером. В следующем году, кстати, будет 30 лет, как я занимаюсь актерским мастерством. То есть я занимаюсь театром 30 лет. Меня это вообще, если честно, начинает пугать. Но с другой стороны, мне это дает невероятный кайф того, что я 30 лет неизменно люблю одно дело. Вот это сохранение любви, долгий период времени, когда у тебя это не переходит в какие-то взаимоотношения из разряда того, ну ладно, мы привыкли, что мы тут находимся друг с другом, ну и хорошо. Нет, это когда, знаете, такая любовь, когда еще есть споры, еще есть желание, все горит, вообще все спорится. И это вообще шикарно. Я каждому желаю в жизни хотя бы, я даже не знаю, 30 лет поработать над тем долгое, что вам нравится. Вообще напишите, кстати, мне в комментарии, у вас вообще такое было с чем-нибудь? Вы чему-нибудь вообще преданы так долго или нет? Или я действительно счастливый, как мне папа сказал? Мне папа вообще в 10 лет сказал, что я супер счастливый человек, потому что у меня было вот это ощущение того, что я хочу делать. То ощущение, которое я сейчас понимаю, это дар, потому что очень мало кто ощущает, что он знает, что он хочет. Знает, что он хочет, и это долгие годы путем пути к этому это ощущение не покидает. То есть оно только развивается, то есть это любовь, которая развивается, это те отношения, которые растут вместе с вами. И к чему я это веду? К тому, что 30 лет я живу театром, 30 лет я обожаю это дело и понимаю с каждым днем все, что я люблю еще больше и больше и больше и больше. 7 лет, 12 лет получается, в театральном институте Бориса Щукина я стал педагогом кафедры в 2012 году. Соответственно, вот 12 лет я занимаюсь профессиональным преподаванием, то есть начал учиться преподавать, начал вообще постигать эту профессию с другой стороны, с другой стороны стола, как мы говорим. И 12 лет я занимаюсь преподаванием. Это очень много, потому что я знаю, что это дело такое, знаете, преподавание дело не сильно благодарное, потому что часто ты работаешь с людьми, которые не всегда понимают, что происходит. Им кажется, что они сами развиваются, им кажется, что они сами доходят, они забывают, кто им дает ключевые файлы, кто вкладывает в них самые главные моменты, которые вообще являются основополагающими изменениями их личности. Об этом часто забывают, поэтому часто, честно я вам скажу, ваши учителя, если вы их не благодарите ежедневно за то, какие вы, они, улетело слово, они несчастны, но, скажем так, они недополучили той самой благодарности, которую должны заслуживать получить. И я понимаю, занимаясь педагогикой, я понимаю, что особенно люди, которые приходят на первых этапах к тебе за развитием, за, в первую очередь, личностным развитием, потому что любое преподавание, будь то математика, будь то ваша первая учительница в школе, которая вас учит читать, или ваш преподаватель на первом курсе театрального института, или в студии, если вы пришли заниматься, мы занимаемся с вами на самом деле более глубинными вещами, чем просто, например, математика или актерское мастерство. Мы занимаемся с вами вообще познанием и постиганием вашей личности, потому что вы часто не понимаете вообще, что с вами происходит. И надо отдать этому должное, что вот этот момент познания, он вам еще, вот осознание даже, да, давайте так скажу, он вам еще не дан. Вам дано просто такой момент, знаете, как, ну часто мы как студенты, я же тоже студентом был в свое время, и я понимаю, что часто мы загружают к информации, и мы понимаем, что, ой, информация приходит, вот, вот она такая, она хорошая. Но что, что эта информация какая-то высокой, вообще высочайшей какой-то пробы, знаете, как золото, там, не знаю, высочайшей пробы, мы не понимаем, потому что мы воспринимаем это как должное. Так вот, нет, это не должное, это просто счастье, которое вам подарил Бог или Вселенная, во что вы верите, когда вам подарил того или иного учителя. Поэтому я вам желаю, чтобы вы помнили про свои корни, помнили вообще про что и кто был в вашем начале, в вашем осознании того, кем вы сейчас стали. Потому что много-много кто повлиял на вас, очень много кто, и в большинстве случаев это не вы. Как нам кажется иногда, наше эго, оно так строится, что оно нас вообще всегда благодарит в обедах, а поблагодарит только нас самих. Мозг всегда говорит, о, ты такой молодец, ты такой классный, ты всего добился, ты все сам. На самом деле это неправда, все не так. А вы добились вообще чего-то только благодаря тому, кто вас окружал. Именно поэтому вот такая очень важная штука, вообще ваше окружение. И если вы самый счастливый человек в мире, и вам сразу же повезло с окружением, просто благодарите то, что вам эти люди попадались на своем пути. Потому что это супер важно. И благодарите. Вот этот момент благодарности, он крайне важен для всех нас. И помните свои корни. Корни в контексте того, откуда вы приехали, кто ваши родители, кто ваши бабушки, дедушки. Это ваши корни. Но также помните всех людей, которые повлияли на вас. И положительно, и негативно. Потому что они строят вашу личность. И этот момент, он крайне важен. Я его осознаю с каждым днем. Он супер, супер критически важен. Наверное, может показаться так, что вначале, что все это не важно. Но на самом деле очень важно. Попробуйте услышать эти мои слова, они нужны. Так вот. Куда я вас двигаю? Кто со мной занимается 7 лет в Нью-Йорке, тот знает мои изменения. Тот знает, как меняются классы. Тот знает, через что я прохожу. И каждый раз, приходя на классы, все удивляются. Как же так? Почему классы не повторяются? Почему они всегда каждый раз разные? И причина одна этому. Я безумно это дело люблю. И мои классы – это отражение меня. По большому счету, приходя заниматься, вы видите отражение меня. Вы видите отражение моего роста, моего осознания тех или иных вещей, которые я транслирую вам. И сейчас я понимаю, что студия Лысков Эктинг Студио уже давно перестала быть Эктинг Студией. Давно перестала быть просто актерским мастерством. По большому счету, актерское мастерство – это лишь повод для нас с вами, на какую тему мы с вами общаемся. Но знания, которые вам передаются, совсем другие, совсем иные, более глубокие, более глубинные. Это личностный рост. Сейчас мы выходим на американский рынок под названием, которое, если вы в нашей студии давно, то вам оно известно. Это Welcome to Yourself. Это самый популярный наш отзыв. Это то, о чем говорят практически все. Что сквозит в каждом отзыве, что я пришла или пришел заниматься этим мастерством, получил совершенно какой-то новый, совершенно новый взгляд на мир. Я вернулся к себе, я вернулась к себе. И я начал, я начала познавать вообще, кто я есть такой или такая. И вот это, знаете, я долго этому как-то не придавал значения. Думал, ну, хороший побочный эффект вообще, который на самом деле нужен для всех нас. Но потом я понял, что, наверное, это и есть самое главное. Потому что у меня нет цели научить вас быть актерами. Актерами вы будете и так, если вы захотите это делать. А вот научить вас быть людьми, проживать свою жизнь счастливо – вот это моя цель. Вот это, на самом деле, я вижу глобально миссию в этом. Чтобы вы были счастливы. Чтобы вы проживали свою жизнь стопроцентно здесь и сейчас. Чтобы вы понимали, что каждую минуту времени вы не жалеете ни о чем. Что вы, если бы у вас была возможность повернуть эту жизнь вспять, вы бы сказали, я хочу прожить ее ровно так же. Ух, это очень глубинные мысли. Может быть, они вам сейчас еще сразу не залетят. Но я вам хочу сказать такую штуку. Вы знаете, я так проживаю всю свою жизнь. Видимо, из-за того, что я был одарен тем, что мне это было дано. И как я вам раньше до этого сказал в видео, что я этого просто не осознавал. Я думал, что я сам такой. Я не осознал, что это дар. Вот сейчас, в 37 лет, на пороге, я могу осознать, что это дар мой. Что это мне было подарено свыше. Вот это ощущение. И я понимаю, встречаясь сейчас каждый день с людьми, работая с людьми на ежедневной основе, я понимаю, что очень много процентов людей это несчастные люди. Они люди, которые несчастны в чем? Им кажется, что они меняют свою жизнь. Но на самом деле, проходит время, они понимают, что они меняют ее не туда. И им кажется, что очень важно что-то заработать, заработать кучу денег. Им там кажется, что они сейчас найдут какие-то отношения, которые у них, им кажется, что они будут счастливы. И на самом деле, каждый момент достижения новой цели, они понимают, что они несчастны в этот момент. И это чудовищно. И ответ, на самом деле, очень простой. Потому что люди, когда ставят цели, и когда они о чем-то мечтают, они мечтают не своими целями. Они мечтают, они ставят не свои цели. Они ставят то, чего они услышали где-то, то, чего, может быть, хотели их родители. или, может быть, то, что хочет тот человек, на которого они подписаны в Инстаграме. Но они не мечтают о себе, о своей жизни. Они не мечтают, они не способны в большинстве своем подумать о том, что вообще им нужно, что они хотят. И это вообще беда. Чем я занимаюсь на своих актерских классах? Актерских классах, вашим личностным ростом. На первом классе, когда вы придете, я спрошу вас, чего вы хотите? Чего вы хотите? Чего вы хотите? В какую сторону двигаться? Чего вы хотите? Какой вам вкус нравится? Что вы сегодня пили на утром? Какой напиток вы сегодня пили? Что вы ели? С удовольствием вы ели или нет? И вы знаете, зачастую с ужасом я осознаю, что человек либо не помнит не ответ на этот вопрос, либо понимает, что он это делал по какой-то несвоеволе. И он часто не может ответить на вопрос, что он любит, что ему нравится, что ему не нравится, что его раздражает, что он любит, что его вдохновляет. Эти ответы на, казалось бы, банальные вопросы о вас заставляют вас просто ставят в бешеный тупик. И это просто ваша беда. Я понимаю сейчас, что я нахожусь на каком-то невероятном транзишене, в невероятном моменте перехода на новый этап, на который я вас приглашаю прыгнуть вместе со мной. Если вы обратили внимание, Лысков студия перестает быть местом, куда можно прийти за 25 долларов потусить. Это место становится туда, куда вообще трудно зайти. В то место, которое происходит, в котором мы выбираем людей, с которыми мы работаем. В то место, в котором мы выбираем уровень людей, с которыми мы работаем. Мы отбираем их на нескольких уровнях. Кому-то просто дорого. Потому что мы сознательно поднимаем цены, чтобы ограничить вход людей, которые не готовы, не способны сейчас собой заниматься. И это потрясающая штука. Также я довольно резко начинаю проявляться в социальных сетях, чтобы отпугнуть своей индивидуальностью людей, которые не готовы развиваться. А также привлечь тех людей, которые готовы реально работать над собой. И это ключевой момент. Цель этих эфиров как раз для этого. Я отпугнуть тех, кто испугается, и привлечь тех, кто действительно, истинно хочет работать над собой. Я буду выходить в эфиры каждый день. Я буду выговаривать вам какие-то мысли, которые у меня сейчас есть. Я хочу, чтобы у вас была возможность услышать эти мысли и их взять. Если вы готовы их взять. Если вы не готовы, то испугаться и отписаться. И это будет самое ценное, что может произойти сейчас. Потому что я понимаю, что я перехожу на тот этап, в котором я не хочу вам нравиться. Потому что моей цели нравиться нет. Моя цель проявиться и показать, кто я есть на самом деле. А ваша цель увидеть меня, заинтересоваться, либо отойти в сторону. Смотрите, как все просто. Я вам рассказываю, кто я есть, а вы выбираете и делайте выбор. Потому что я здесь не для того, чтобы нравиться. Я здесь для того, чтобы нести философию, которая делает меня счастливым каждый день. От которой я понимаю, останавливаюсь в какой-то момент на улице и спрашиваю себя. Если бы у меня была возможность сейчас провернуть мою жизнь все назад, что бы я сделал? И я себе искренне отвечаю. Я прожил бы эту жизнь ровно так же. Встретился бы с этими же врагами, встретился бы с этими же друзьями. С этих же людей любил и с этими людьми хотел бы прожить всю свою жизнь дальше. Я и вам того желаю. Чтобы не было вот этого момента дурацкого сожаления. Потому что вот это сожаление, это вообще не ваша информация. Ваша информация это стопроцентное ощущение личности собственной. Чтобы вы каждую секунду, каждый момент жизни, каждый момент стоп-кадра сказали, я сейчас счастлив и я проживаю свою лучшую версию. Ух, на сегодня мой эфир закончен. Отпугивайтесь те, кто хотел испугаться. И привлекайтесь те, кто хочет привлечься. Я вас обнимаю. Хорошего вам дня. Кучу энергии. И наслаждайтесь собой. Наслаждайтесь своей жизнью. Делайте то, что делает вас счастливыми. Делайте то, что вас вдохновляет. Пока-пока.